Сегодня стало известно, кто станет у руля Самары на ближайшие пять лет. Вакантную должность главы города занял Олег Борисович Фурсов. Претендовать на высокий пост могли все желающие, и для этого достаточно было подать заявку и предоставить необходимые документы. Напомню, перемены в структуре управления происходят в рамках реформы, инициатором которой в 63-м регионе был губернатор. Задачу приблизить власть к людям неоднократно ставил и президент России. В повестке заседания всего один вопрос. Кто будет главой Самары? В течение дня специальная комиссия рассматривала заявки от претендентов. Таковых было восемь. Это три пенсионера, два человека в статусе временно неработающих, доцент кафедры управления и организации работы с молодежью Самарского вуза, депутат губернской думы и исполняющий обязанности главы города. Заявки принимались с 24 сентября по 12 октября. В комиссию по отбору вошли 20 человек. Это известные и уважаемые люди региона. Половину состава утверждал губернатор, вторую половину – дума. С биографией каждого кандидата ознакомились досконально. Были и отдельные собеседования. Программу по развитию города представили только два претендента. Они и стали основными. Основных претендентов, доклады, программы, они были достаточно глубокими и значительно, может быть, лучше, чем это было в прошлом году. Ну, а часть кандидатов подошли к этому, ну, скажем, не совсем, может быть, ответственно, не представили ни программ. Некоторые, даже один из кандидатов сказал, что программа – это дело ваше, комиссия, а я хочу управлять. Как отметил глава региона, решение, которое принимается сегодня, исключительно важно. Впереди у победителя много работы. В итоге на рассмотрение городской думы представили двух кандидатов. Это депутат губернской думы Михаил Владимирович Белоусов и исполняющий обязанности главы города Олег Борисович Фурсов. Кто за то, чтобы избрать главой городского округа Самары Фурсова Олега Борисовича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Коллеги, решение принято. Большинством голосов. Олег Борисович, поздравляем. Как отметил губернатор, программа, с которой вышел Олег Борисович Фурсов, заметно доработана по сравнению с той, с которой он был в прошлом году. Сказался опыт работы в этой должности. Новый глава города озвучил свой девиз на предстоящие пять лет – экономия, качество, контроль. Базовые принципы этой программы связаны с повышением качества управления, эффективностью управления, экономией ресурсов, контролем за их использованием. На первом месте вопросы системы ЖКХ. Мы будем добиваться того, чтобы качество услуг в этой сфере росло. Моя политика будет заключаться в сдерживании тарифов, которые меняются каждый год. И об этом подробно в программе говорится. В момент опубликования можно будет узнать об этом более детально. Второй насущный вопрос – это дороги. Благодаря поддержке области выделяются рекордные суммы. Если раньше это было 450 миллионов рублей, то сейчас это уже 7 миллиардов. Планируется, что подобное финансирование сохранится и в ближайшие несколько лет. Не оставить без внимания вопросы благоустройства, город необходимо привести в порядок, в том числе и перед чемпионатом мира по футболу. Решат проблемы, связанные с работой общественного транспорта. Сейчас у самарцев много замечаний. Как в целом отметил глава Самара, перспективы у города хорошие. Полное взаимопонимание с областными властями налажено. Идет конструктивная работа. Ольга Павловская, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.